В Сирасполе в скором времени может появиться предприятие, учредителем которого станет руководство учреждения среднего профессионального образования. Сегодня почти каждый техникум или колледж в состоянии производить продукцию для нужд потребителей, но нужно провести модернизацию. Перед организациями начального профессионального образования и среднего профессионального образования сегодня встают новые задачи. Мы вынуждены говорить о том, чтобы выжить. Выжить не просто, но и развиваться. продолжить быть нужными нашему обществу и, соответственно, требованиям времени. Сами руководители техникумов отмечают, что сегодня профессиональное обучение должно идти в ногу со временем. Здесь ставили в пример ускоренные курсы по дополнительному образованию. Но эта практика вызвала длительные дискуссии среди руководства бюджетных организаций. Мы тут пишем и возраст, и категорию, и всё правильно. А кто там читает? Базу. Мы проверяем, мы бьёмся здесь за оборудование, бьёмся за часы, за тарификацию, за проверку, за литературу. И в конце концов мы организуем курсы с последующим трудоустройством. Эта проблема есть, и она очень комплексная. Но, опять-таки, коллеги, не нужно забывать о том, что есть ещё такое понятие, как здоровая конкуренция. Да, у них есть свои какие-то плюсы. Может быть, даже я бы сказала не плюсы, а вольности. У нас есть качество, давайте его покажем. Для того, чтобы выжить в условиях рыночной экономики, профучреждения республики должны постоянно вводить новые профессии. Завлечь выпускника школы с интересом, например, к информационным технологиям на специальность токаря или фрезеровщика сегодня уже практически невозможно. Каждый техникум или колледж должен постоянно отслеживать ситуацию на рынке вакансий и адаптироваться к новым реалиям. С этим мнением согласились и руководство учебных заведений, и представители Министерства просвещения республики. Анастасия Чернитинская, Александра Богатый, Игорь Харламов, Первый Приднестровский.